стратегия кремля не меняется максимально разрушить принести максимальный вред украинскому государству заплакировать его европейский выбор сначала это была попытка создать русский мир и новороссию потом когда она провалилась это территория превратилась в такой огрызок осколок двух областей в лугандунию последнее время тактика москвы состояла в том чтобы использовать минские соглашения в своей интерпретации втолкнуть эту территорию как раковую опухоль политическое поле украины чтобы украина признала этих бандитов которые стоят во главе и они стали бы политическими деятелями украины после того как изменилась бы конституция украины это было бы возможно таким образом кремль думал разрушить украинскую конституцию украинское государство а вот сейчас похоже на конец москве поняли что украина никогда на это не пойдет и поэтому кремль резко меняет свою тактику до этого все время в рф подтверждали что они за территориальную целостность украины и эти территории часть украины она должна признать их и дать им какие-то особые права воссоединиться теперь же всячески подчеркивается субъектность этих территорий и важным политическим шагом в этом было признание паспортов а сейчас ведется экономическое привязывание вывод предприятий из украинской юрисдикции замыкание их на рф вот насколько далеко москва пойдет по этому пути де юра непонятно вряд ли она пойдет на корпорацию на какое-то признание независимости или полу независимости может быть кроме того мы видим что за последний месяц случилось резкое обострение военной ситуации еще признав и субъективность этой территории москва будет вместе с ними требовать изменений и их границ а те же сегодняшние руководители требуют расширения контроля территории до прежних границ луганской и донецких областей и в связи с этими изменениями появились такие слухи о возможной смене руководства был даже каким-то образом извлечен и продемонстрирован труп януковича не исключен такой вариант что они транспортируют туда януковича или азарова и объявят эту территорию не каким-то куском отделившимся от украины а законной украиной где будут законные власти свергнутые хунтой в кавычках в 2014 году вот примерно в такую игру собирается играть москва практически выходя из минских соглашений потому что ее план использовать минск для того чтобы втолкнуть эту территорию внутрь украины провалился теперь будет какое-то движение к субъектности этих территорий то же время большинству населения россии в принципе абсолютно все равно по поводу присоединения этих территорий к рф а те кто задумывается об экономических последствиях понимают что любая форма их признание юридическое или фактическое будет означать дополнительное и очень значительное экономическое бремя для россии также как это уже ясно с крымом такое присоединение скажется на жизненном уровне российского населения весьма отрицательно но власти рф преследует здесь не экономические цели а геополитические цели мнимого величия с самого начала было ясно что путину нужны не куски территорий крым или лугандония ему нужен контроль контроль над всей украиной в том смысле чтобы блокировать ее вектор европейского развития ведь когда путин запугал и подкупил януковича в ноябре декабре 2013 года он был весьма доволен и не помышлял ни о какой аннексии в киеве оставались подчиненные ему власти европейский путь украины был закрыт а война началась после революции достоинства именно для того чтобы остановить европейское развитие украины поэтому до конца своего пребывания в кремле путин любыми разными путями будет вредить украине подрывать ее и блокировать ее европейское развитие андрей пианковский